Итак, друзья, всем привет! С вами Алексей. Приветствую вас на канале по заработку на криптовалюте. Сегодня будем разговаривать о CyberConnect или CyberConnect. Простите, буду говорить CyberConnect, потому что очень тяжело мне будет. Я буду постоянно сбиваться, если буду думать о том, как сказать это слово правильно. Поэтому называю CyberConnect. Не судите строго, у нас новый сейл на CoinList. Об этом поговорим. Также у них будет airdrop. Мы с вами участвовали в разных активностях от CyberConnect. Об этом было и видео, и есть что рассказать об этом. И посты были в Телеграме. Давайте начнем. Сначала рассмотрим вообще на CoinList. Посмотрим, сколько постов было в канале, о чем они были. Какие условия там для приоритетной очереди. Говорят, что она будет. Все это сейчас еще очень сложно, но попытаемся разобраться немножечко. Хотя бы чуть-чуть. Скажу сразу, у меня мой аккаунт на CoinList забанен. Придется делать все с нуля. Не знаю, как буду. Буду как-то распределять кошельки, потому что у меня не один кошелек с профилем CyberConnect. Вопрос только в том, насколько они там подойдут, не подойдут. Будем смотреть. Это все еще, в принципе, посмотрим. Посмотрим, во всяком случае. Еще будут апдейты в канале. Я уже дал. Я, в принципе, все ссылки оставлю в описании. Вот о CyberConnect я только рассказал. И после этого я уже там занимался неким ресерчем. Очень мало времени. И приоритетка тоже будет. Приоритетка тоже будет. Но еще пока что не очень понятно, что к этому относится. Давайте рассмотрим на CoinList. У нас мы знаем, что CoinList топовая площадка для запуска проектов. Сейчас она как бы возрождается. У нас есть время до регистрации в сейле. Кто там прокачивал карму, у кого были хорошие аккаунты. Но аккаунтов пройдет очень мало. Поэтому иксы будут. Я уверен, что проект выстрелит очень сильно. До 15 мая у нас дедлайн на регистрацию. И сейл уже будет 18 мая, соответственно. Давайте сразу перейдем вот так. Ну, то есть, понимаем, да, что протокола 887 тысяч профилей. Поэтому просто создать профиль, наверное, было недостаточно. Но мы сейчас к этому еще вернемся. Когда будем говорить по airdrop. Детали сейла. Это у нас 1,8 доллара за токен. Если я не ошибаюсь, там инвесторы покупали по 80 центов и по 1,20 доллара. Ну, в принципе, если будут иксы, то 1,80 или 2, или даже 2,5 не совсем играет роль. Полная, типа, стоимость токенов продажи у нас 180 миллионов. Эту капу, я уверен, что легко перебьют. Я не буду гадать, сколько будет иксов. Я уверен, что иксов будет много на Киберконнекте. Поэтому, если у вас там есть аккаунты, если вы не как я, только сейчас броситесь вот все там восстанавливать и через антидетект делать вот эти вот все там верификации, выставлять, пытаться кошельки в приоритетке для того, чтобы попасть. Ну, будем смотреть. Видим, что продается 3% для паблик сейла на конвесите, 3% от саплая, что очень хорошо, это очень мало. Минимальная и максимальная покупка от 100 до 500. Я так понимаю, что вот эти вот дополнительная локация, это для тех вот, у кого будут там приоритетка, я так понимаю. Я так понимаю, что будет дополнительная локация и вот там от 100 до 2000 долларов. Фандинг у нас через USDC и USDT. Кто тут подходит, можете открыть. Вроде бы в бане наших стран тут не нашел, да. Идем дальше по токеномике, как тут все распределено. Тимми адвайзеры 15% и тут видим, что локап на 15 месяцев. Кстати, у нас локи 25% на TGE, после этого 6 месяцев вестинг. То есть неплохо, приват сейл, аллокация 25% и 12%, но 12 месяцев лок после TGE. То есть, а потом 3 года вестинга ежеквартального. То есть, у нас новых токенов практически не будет. Комьюнити трежери 10%, ну то есть 10% в 88% это весь комьюнити трежери и 10% из них. То есть, там 1.08% от Сапплая будет разлочен на TGE, потом вестинг в течение 5 лет. Комьюнити реварды и что нам очень интересно, 20%, ну 12% вообще, 12% это получается у нас сколько? 100 миллионов токенов и у нас 12 миллионов токенов, то есть 4 раза больше, чем в коинлисте будет распределено 20% для early адоптеров. Будет на, простите, будет на TGE 80% у нас на будущие комьюнити реварды. То есть, у нас 20% от 12, несложно посчитать, 2.4%, то есть 2 миллиона 400 токенов будет роздано ранним пользователям, в которые, я надеюсь, мы сможем попасть. Коинлист, паблик сейл, ну это мы все знаем, экосистем, девелопмент и так дальше. Больше информации, в принципе, ну вот по экосистем, девелопменту, видим, что тут тоже какие-то проценты, то есть токенов будет в обороте не так много. Видим, тут есть троадмап, нас это не особо интересует, нас интересует, да, как можно больше аккаунтов. Сейчас выйдет Суи и я более погружусь в это все, постараюсь успеть, постараюсь наклепать аккаунтов для Коинлиста. Я думаю, что Киберконнект это только первый, я подозреваю, что возможно будет выходить еще, подозреваю так очень сильно. Блин, хотел быстро сказать, забыл проект. Но по Z-Chain, да, там не совсем понятно, возможно будет сейл. И еще что-то связанное с профилями, что-то еще связанное с профилями, не могу вспомнить. Вот с Киберконнектом тоже, возможно тут, но нет, не вспомню. И это не Next.me, в общем, не припомню, вот так быстро хотел сказать и уже не помню этого. Ладно, это все такое, что у нас было по, вот сбило у меня ответы, кстати, на квиз для Коинлиста находится в канале Вайтлисты, ссылка в описании. И давайте посмотрим, давал ли шанс мой канал в Телеграме узнать о Киберконнекте. 8 мая 2022 года, почти год назад, Free NFT на Киберконнекте, это, я так понимаю, мы присоединились к фан-клубу. Эти, кто в фан-клубе, они вроде бы имеют шансы на приоритетку, если я не ошибаюсь. Поэтому, я считаю, что было хорошо, ну вот, вот так вот, возможно, вот это и будет приоритет. Я зашел, там всего 20 тысяч людей, вот в этом вот фан-клубе оказались, поэтому очень хорошо. Профиль Киберконнекта мы забирали уже в этом году, 9 февраля. Дальше на Хакатоне мы голосовали за проекты. Я 19 марта говорил у себя в канале, что проект будет на Койнлисте. И так дальше, и еще были активности с шардами, кстати, вот эти вот холдеры с шардов и так дальше, они в принципе, они в принципе, тоже в приоритетке вроде бы должны быть. По аэрдропу все вот постят вот эту приоритетку как аэрдроп. Я не уверен, я думаю, что еще будут условия, но я думаю, что раздадут всем понемногу. Я так надеюсь, будем смотреть. Я вот делал посты о розыгрышах и так дальше. Будем смотреть за этим всем, будем наблюдать. Если вы хотите узнавать о проектах ранее, вы можете, конечно же, заходить на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Я считаю, что в этом плане мы информацию предоставляли неплохую. Как минимум мы что-то постили. Я вот даже по мультиаккаунтам говорил, что Киберконнект у меня тоже есть в списке. Поэтому, ну, несколько аккаунтов там я забрал профиль, не помню. Надо проверять. Это все очень пока что тяжеловато. Вроде бы основной аккаунт у меня и участник фанклуба и холдер профиля. Но я там не совсем понимаю с премиум профилями. Все это немножечко трудновато. Все это немножечко трудновато. Но я говорил о Киберконнекте, говорил о Койнлисте. Все это свершилось. Я очень рад, что комьюнити как бы имело хотя бы шанс. Возможно, для вас сейчас, кто смотрит ролики впервые, будет причина подписаться на Telegram канал. Подписаться на Instagram, в которых я об этом очень часто рассуждаю. Поэтому давайте с вами будем на связи. Вот такой вот у нас сел. Все ссылки будут в описании. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. По иксам говорю. Предположений говорить не буду. Просто скажу, что если у вас есть шанс участвовать, участвуйте обязательно. Это новым брейн вообще. Можно без мозгов просто участвовать и все. Поэтому не задумывайтесь там. Я думаю, что с первого же разлока полностью окупитесь. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Алексей. Мирного неба всем над головой. Хороших заработков. И всем пока.